Радио Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Добрый день, дорогие радиослушатели. В студии радио «Аланьева» в Владикавказе Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами. Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от моря до моря людям счастья дарят. Дружбы алые зори над слептами горят. Дружбы алые зори над слептами горят. Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ. Ставрополье. У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. Сегодня православные верующие празднуют Рождество Христова. Жителей Ставропольского края поздравил губернатор Владимир Владимиров. Этот светлый праздник неразрывно связан с историей нашей страны, многовековыми традициями милосердия и заботы о ближних. Он приносит в сердца радость и свет, вдохновляет на добрые дела. Пусть и в наступившем году особое настроение Рождества еще долго пребывает с каждым и поддерживает людей в стремлении становиться лучше. Искренне желаю всем жителям нашего края крепкого здоровья, благополучия и счастья. Говорится в поздравлении. В крае стартовал казачий проект Ставрополье «Антрациту». Его реализуют представители молодежной казачьей организации «Терцы». Первым шагом станет показ около 20 видеороликов из архива Мобильного мультимедийного музея истории казачества. Демонстрация видеороликов пройдет в школах Антрацитовского района Луганской Народной Республики. Дети, используя специальные VR-шлемы, увидят реконструкцию казаки на фронте, познакомятся со старинными казачьими обрядами, которые проводились на Масленицу и Пасху, узнают о проводах казака в армию, особенностях празднования свадьбы и Рождества. Команда проекта посетит не только город Антрацит, но и прилегающие поселки Боково-Платово, Ивановка и Красный Кот. Здесь активно ведутся восстановительные работы. Способствует этому сотрудничеству между Ставропольским краем и Антрацитовским районом. Так строители из Пятигорска помогли заново возвести крышу и отремонтировать полы здания Дома культуры поселка Боково-Платово. Капитальный ремонт был проведен и в поселковой школе, построенной еще при Атамане Матвея Ивановича Платове. Другой поселок Ивановка, где также пройдут показы фильмов. В его окрестностях сохранился курган, насыпанный по подсчетам историков за 2000 лет до н.э. Кроме того, в поселке находятся братские могилы солдат Великой Отечественной войны. Жители Ивановки поддерживают памятник советским воинам в надлежащем состоянии. Они помнят и чтут историю. В Пятигорске продолжают создавать туристические карты. В районе бювета номер один у санатория Тархана и в Нагорном парке возле китайской беседки такие карты уже есть. Еще пять информационных объектов намерены установить в местах пересечения оживленных пешеходных потоков. За 2022 год в гостиницах города остановились более 128 тысяч гостей. В целом турпоток на курорт составил около 245 тысяч человек. На 25% больше, чем в прошлом году. Туркарту отличает доступность содержания и легкость восприятия. На ней отображены достопримечательности, памятники природы и культуры, места размещения и отдыха, санатории, бюветы, общепит, транспортная инфраструктура. Точки, представляющие наибольший интерес для отдыхающих, имеют фото и текстовое сопровождение. В Крымле состоялась встреча главы региона Рашида Тимрезова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он доложил главе государства о текущей социально-экономической ситуации в республике и планах на ближайшую перспективу. Президент поинтересовался, за счет чего регион демонстрирует рост промышленного производства и инвестиционной активности. По итогам встречи президент России дал Рашиду Тимрезову ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию в мерах социальной поддержки граждан. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов в своем новогоднем обращении к жителям республики объявил 2023 год годом развития промышленности. В регионе планируется сконцентрировать внимание на развитии экономики и создании новых рабочих мест. В новом году в регионе уделят внимание развитию всех отраслей. Продолжится реализация национальных проектов. Приоритетные направления развития региона формируются с учетом поставленных руководством страны задач, а также обращений жителей республики. За первые дни Нового года курорты на Северном Кавказе посетили более 60 тысяч туристов. Традиционно рекордсменом по туристам стал курорт Архес, где в день катаются от 6 до 8 тысяч человек. Вероятно, в январе сможем перешагнуть отметку в 10 тысяч, рассказал генеральный директор акционерного общества «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов. У Марти Киев специально для радиожурнала «Зури Кавказа». Вести Кабардино-Балкария Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ход строительства нового корпуса первой городской поликлиники в Нальчике. На объекте завершены работы по устройству фундамента, строители возводят стены первого этажа. Это будет самое крупное в республике поликлиническое учреждение. Проект реализуется в рамках поручений президента России Владимира Путина, направленных на совершенствование работы первичного звена здравоохранения. Из федерального бюджета на строительство объекта выделено 706 миллионов рублей. Структура новой поликлиники пополнится подразделениями эндоскопии, амбулаторной реабилитации, Центром амбулаторной онкологической помощи с лучевым отделением. В учреждении будут проводиться малые хирургические и эндоскопические операции, которые не требуют госпитализации. В здании также разместится многопрофильный дневной стационар «Женская консультация». На базе учреждения планируется централизовать лабораторную службу всей взрослой поликлинической сети города. В республике в этом году в два раза будет увеличена грантовая поддержка государственных театров республики, госвилармонии и танцевальных ансамблей «Кабардинка-Балкария-Терские казаки». Об этом ранее заявил руководитель республики Казбек Коков в ходе заседания Совета при главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам. Было отмечено, что в минувшем году Кабардино-Балкария включилась во все 12 проектов, которые действуют на территории страны. Благодаря им в республике реализовали 46 региональных проектов в общей сложности, построили, капитально отремонтировали, привели в нормативное состояние более 100 объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта, водоснабжения, дорожные сети и общественных территорий. Кабардино-Балкария вошла в пятерку российских регионов, где жители более всего удовлетворены качеством и доступностью дорог. Опрос провели в 85 субъектах, в нем участвовали 170 тысяч человек. Если в целом по стране дорогами довольны 52% людей, то в КБР этот показатель почти в полтора раза выше. Сеть трасс в Кабардино-Балкарии совершенствует благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также усилиями региональных и муниципальных органов власти. По данным республиканского Минтранса, в наступившем году на восстановительные работы в республике направят почти 4,5 миллиарда рублей. В строй введут больше 110 километров трасс, отремонтируют свыше 2,5 сотен метров мостов. Санят Азрокова. Специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа». Вести. Северная Осетия. Одной из самых важных задач в Северной Осетии на 2023 год глава республики Сергей Миняйло назвал «развитие туристической инфраструктуры». Он отметил, что особое внимание уделяется использованию современных информационных технологий. Сейчас в разработке находится многопрофильное приложение, которое будет использоваться в частности как информационный навигатор. В нем будет представлена информация о правилах поведения в экстремальных ситуациях, о правильном оформлении документов и много другой полезной информации. Гости республики получат возможность планировать тур с учетом цен, скидок, сезона, транспорта. На реализацию проектов, связанных со строительством модульных некапитальных средств размещения или мини-гостиниц, из федерального бюджета выделено 100 миллионов рублей. Дополнительно на развитие инфраструктуры – 30 миллионов рублей. Эти деньги активно осваиваются в основном для решения задач развития туристической инфраструктуры, написал глава республики в своем телеграм-канале. В рамках реализации проекта «Аланские тропы» во Владикавказе с Новым годом поздравили детей из Донецкой и Луганской народных республик. Для них организовали насыщенную развлекательную программу. Ребята посетили ледовый дворец, игровую комнату. Также их познакомили с природой и национальным колоритом Северной Осетии. Культурно-познавательный проект «Аланские тропы» стал победителем специального конкурса фонда президентских грантов. В рамках его реализации детей из ДНР и ЛНР знакомят с культурой Северной Осетии. Ребята уже побывали в Феогдоне, городе мертвых, в Куртатинском ущелье, увидели Наскальную крепость. Проехались по уникальным местам Дегорского ущелья. Сроки реализации проекта «Аланские тропы» рассчитаны до апреля 2023 года. В течение этого времени детям из Донецкой и Луганской народных республик будут организовывать культурно-развлекательный досуг. Новогодние праздники в самом разгаре. И как тут не пойти в гости к самому Деду Морозу? Для этого не нужно ехать далеко. Его резиденция расположилась в самом центре Владикавказа, в парке имени Коста Хитогорова. Многие уже успели пообщаться с главным героем Нового года. В новогоднюю ночь он тайком заходил в каждый дом, а сейчас и сам принимает гостей. Желающих лично познакомиться с волшебником много. Рядом с домом Деда Мороза расположилась и его мастерская. Пока одни ребята с волшебниками ходят вокруг большой елки, другие украшают ее маленькие съедобные копии. Каждый желающий может принять участие в мастер-классе и сделать собственный имбирный пряник. Несмотря на то, что самый долгожданный праздник проходит, чудеса не заканчиваются. Прийти в гости к Деду Морозу и прикоснуться к волшебству жители Владикавказа могут до 15 января. Альберт Абисалов специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия Мага стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов в создании комфортной городской среды. Столица Ингушетия получит 80 миллионов рублей для благоустройства парковой зоны на площади Алания. Проект благоустройства общественной территории в фитническом стиле с использованием элементов солярного знака стал победителем седьмого всероссийского конкурса. Территория общей площадью более четырех гектаров будет благоустроена в 2023-2024 годах. Отметим, что конкурс проводится с 2018 года, и четыре года назад Магаз уже становился его победителем, получив 30 миллионов рублей. Первый в Ингушетии инвестпроект по развитию солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии планируется реализоваться с 2023 года, заявил министр энергетики ЖХР Ахмед Лолухоев. Ведомством проработан вопрос строительства в регионе солнечной электростанции, установленной мощностью 6 мегаваттов в 2023 году. Уже проведены рабочие встречи и достигнуты соглашения с потенциальными инвесторами, специализирующимися на строительстве объектов в сфере генерации солнечной энергии, сказал министр Лолухоев на встрече с главой республики Магмут Олег Калиматовым в Магазе. По информации министра, реализация проекта позволит создать 13 постоянных квалифицированных рабочих мест и дополнительные источники генерации электроэнергии. Русское географическое общество приглашает добровольцев из Инкушетии принять участие во втором полевом сезоне долгосрочной комплексной экспедиции «Тайны Янтарного края». Работу пройдут летом 2023 года в Калининградской области. Цель проекта – поиск и обследование объекта военной истории и фортификации. Участники экспедиции «Тайны Янтарного края» в 2022 году приступили к системному исследованию старинной крепости города Балтийска вместе со специалистами Центра современной истории и Русского географического общества. Цитатели хранить множество артефактов различных эпохи являются интереснейшим объектом для изучения. Добровольцам предстоит искать интересные объекты, идентифицировать и исследовать их, заниматься консервацией и перевозкой будущих музейных экспонатов. Участники экспедиции также будут разрабатывать новый туристический маршрут, готовить материалы для выставок Русского географического общества и созданий на территории крепости экспедиционно-туристического центра РГО. Ева Тунгоева для радиожурнала «Дзори Кавказа». Вести Чеченская Республика. Грозном прошла акция с Новым годом «Солдат», инициатором которой выступил Департамент образования мэрии Грозного. Акция была направлена на духовную поддержку мобилизованных военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине. В ней принимали участие обучающиеся образовательных организаций и представители детских общественных объединений в возрасте до 18 лет. Участникам было необходимо подготовить видеоролик с теплыми пожеланиями в поддержку российских военнослужащих, участвующих в военной операции, который был размещен в социальных сетях с хэштегом «С Новым годом, солдат». В 2023 году пройдет конкурс на знание чеченского языка с главным призом в 5 миллионов рублей. Об этом стало известно в рамках встречи главы Чеченской республики Рамзана Кадырова с руководителем администрации и главы правительства региона Галасом Таймасхановым. Победителем станет конкурсант, который больше всех знает слов на чеченском языке, возраст и получастникам значения не имеет. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что чеченский язык закреплен в Конституции Чеченской республики как государственный. Это особенный статус, за который всегда ратовал первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Поэтому наша обязанность сделать грядущий год самым значимым, продуктивным и ответственным. Пусть работа в этом направлении будет нашей общей победой, подытожил глава региона. Ямал Арсанова для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан Аграрии ведущего животноводческого региона России Дагестана подвели итоги прошедшего года. Республика продолжает наращивать показатели в разных отраслях сельского хозяйства. За большие успехи и многолетний добросовестный труд большой группе агропромышленного комплекса были вручены государственные награды. По данным Росстанта, в Дагестане имеется 476 тысяч голов коров во всех категориях хозяйств, что является первым показателем в разрезе субъектов России. В Дагестане в 2022 году произведено 935 тысяч тонн молока. Это седьмое место по стране. Руководством Дагестана на текущий год в качестве важного приоритета определено развитие молочного скотоводства. Исполняющий обязанности главы Махачкалы Резвангази Магомеда проинспектировал ряд центральных улиц города и культурных объектов столицы. Предложено также предоставить возможность предпринимателям реализовывать товары на территории аллеи город-мастеров в течение трех лет бесплатно. Часть несанкционированных объектов торговли поручено вывести для обеспечения свободного прохода пешеходов. В рамках пятого этапа профилактической акции «Внимание, дети!» в Махачкале дорожные полицейские Дагестана провели акцию «Засветись». Цель мероприятия – разъяснить юным пешеходам важность ношения световозвращающих элементов в темное время суток. Махачкалинским детям раздали световозвращающие браслеты и напомнили о необходимости их применения. На территории региона акция проходит с 24 декабря прошлого года по 8 января 2023 года. Имара Багирова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Инженер из Чеченской Республики разработал генератор, продлевающий срок службы двигателя, который помогает предотвратить потерю мощности, повышенный расход топлива и износ деталей. В преддверии Нового года в Ингушетии состоялось торжественное открытие комбината детского питания. В первые дни наступившего года в отделении микрохирургии глаза Республиканской клинической больницы в Нальчике поступило около десятка человек. Все обратившиеся пострадали при пользовании пиротехникой. В этом году в Карачаево-Черкесии откроются три молодежных проектных офиса в муниципалитетах Республики. В свет вышло второе издание Красной книги Северной Осетии. Справочники – самые редкие представители флоры и фауны Республики. Кавминводы в дни новогодних каникул бьют рекорды по посещаемости, небывалый рост турпотока. Минувший год в Дагестане был богат на различные фестивали, ярмарки, празднования юбилеев и особенно ярко – юбилей народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Инженер из Чеченской Республики разработал генератор, продлевающий срок службы двигателя, который помогает предотвратить потерю мощности, повышенный расход топлива и износ деталей. Подробности в сюжете корреспондента о ГТРК «Войнах» Асламбека Атуева. С течением времени коэффициент полезного действия автомобильного двигателя падает, что приводит к снижению продолжительности жизни транспортного средства. Решение этой проблемы и придумал инженер Рамзан Иребханов. Принцип работы заключается в использовании электроэнергии, расщепляющей воду на кислород и водород. Далее эта смесь двух газов подается на работающий ДВС, на бензиновый, на дизельный, на газовый даже. На мазутных, на корабельных двигателях мы еще не использовали, но по нашим предположениям также это можно использовать. Проект «Аквагринтек» представляет собой генератор водорода высокой мощности для очистки автомобильных двигателей. Он помогает добиться качественной очистки мотора без его механической разборки. Процесс занимает от 40 минут до 2 часов и обходится автовладельцу доступную сумму. Результат воздействия очень интересный. Во-первых, очищается поршневая группа, очищается клапанная группа. Весь кокс и нагар, который формировался в результате горения углеводородных смесей и масла моторного, он полностью удаляется. Очищается клапанная группа от камней, особенно на машинах с большим пробегом. Также очищается катализатор и выхлопная система. С выхлопной системой у нас идет большое количество пара. Также Илья Пханова отметил, что в 2021 году установка прошла успешное тестирование на КАМАЗе. Тогда количество вредных выбросов значительно сократилось. Это было заметно даже визуально. Выделялось меньше черного дыма. Генератор может заинтересовать как частных автолюбителей, так и грузоперевозчиков. Городские службы общественного транспорта. По словам Рамзана Илья Пханова, данным проектом уже заинтересовались в РЖД. Так планируется встреча с представителями компании. Будет обсуждаться вопрос установки генератора на локомотив. В планах повышение эффективности через изменение формы ячейки и снижение зависимости от импортных комплектующих управляющей части. Радиожурнал «Зори Кавказа». В преддверии Нового года в Ингушетии состоялось торжественное открытие комбината детского питания. Власти республики запускают предприятия за счет внебюджетных источников на базе завода в Назрановском районе, простаивающего на протяжении нескольких лет. Комбинат специализируется на изготовлении сухих смесей и искруп различных злаков для детей от 6 месяцев, каш, быстрого приготовления, безлактозных молочных продуктов и с натуральным фруктовым вкусом. Корреспондент ГТРК Ингушетия Ислам Дударов подробней. Хосбер – это не только красивый ребенок, но теперь еще и новый бренд. Запоминающееся сочетание ингушских слов стало наименованием детского питания, которое отныне будет производиться на реанимированном заводе в Аль-Юрте. Комбинат долгое время находился в замороженном состоянии и теперь получил вторую жизнь. Участие в мероприятии принял руководитель субъекта Махмуд Али Калематов. Мы те предприятия, которые возрождаем, стараемся сделать и большое внимание будем уделять комбинату детского питания. Это для нас важно, потому что у нас, представьте себе, у нас каждый год в школу, только в школу, идут три тысячи и более детей. Благодаря снижению ставки упрощенной системы налогообложения повысилась инвестиционная привлекательность региона, что сделало возможным и реанимирование этого производства. По словам инвестора Ислама Гагиева, в проекте задействованы лучшие специалисты. Для создания этих продуктов мы привели и задействовали лучших специалистов нашей страны. Разработали новую рецептуру и технологию производства. Как вы видите, создали новый бренд, позволяющий не только ввести в широкий оборот самосочетание на индурском языке, но и продвигать в стране высококачественные товары, произведенные в инвесторе. Приведение в техническую готовность объекта было возложено на региональный минсельхоз. Комбинат будет выпускать до шести видов детского питания. Более того, разработана новая технология производства. Махмут Аликалиматову представили мощность завода, линии по выпуску продукции, цеха и современное оборудование. Очень вкусные и полезные. На место готово. При возобновлении производства были задействованы лучшие специалисты страны. Они отметили высокий потенциал региона, желание трудиться у местного населения. А во всем остальном на предприятии они будут помогать сами. Здесь порядка 20 рабочих мест, но мы планируем расширение производства, введение нового вида каш, соответственно, увеличение количества рабочих смен. И здесь же на территории завода мы будем организовывать обучение персонала. Здесь, ну, в общем-то, вы, наверное, видели оборудование достаточно современное. Оборудование требует внимания, оборудование требует квалифицированного обслуживания. У руководства предприятия перспективный план по развитию производства детского питания. В ближайших задачах – обеспечение местной продукцией регион, выход на северокавказский рынок. Также планируется расширение ассортимента на базе комбината, создание не имеющего аналогов в стране полного заменителя грудного молока на основе натуральных продуктов. Мы надеемся развить ее так, что северокавказ мы охватим. Я думаю, в последующем пойдем и дальше в регионы. Но все зависит от качества, от качества и потребностей и в честь того, насколько оно будет востребовано. Со своей стороны региональный минсельхоз готов предусмотреть в структуре посевных территорий зерновые культуры, необходимые для производства детского питания. В первые дни наступившего года в отделение микрохирургии глаза Республиканской клинической больницы в Кабардино-Балкарии поступили около десятка человек. Большей частью – это дети. Все обратившиеся пострадали при пользовании пиротехникой. Подробнее в сюжете корреспондента АГТРК Кабардино-Балкария Санят Азроковой. Подробнее офтальмолог отделения микрохирургии глаза РКБ Ирина Гончарова. В основном это термические ожоги кожи, век, лица, попадание частиц взрывчатого вещества на слизистую область глаза, конъектив, роговицу. Ну и бывают более тяжелые травмы, вплоть до контузионных разрывов, проникающих ранений глазного яблока. Добавим, медики отмечают, что ситуация повторяется ежегодно. Основная причина травм – несоблюдение техники безопасности. О них подробнее рассказала специалист пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР Диана Каирова. Фейверки покупайте только в местах официальной продажи в магазинах, обеспечивающих сохранность продукции. Не покупайте фейверки в нерекламентированных для этих целей местах или у знакомых, поскольку, скорее всего, приобретете не сертифицированные или нелегальные изделия. Перед запуском фейверка прочитайте инструкцию. Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах. Обращайте внимание на срок годности и сертификацию ответствия. Храните пиротехнику в сухом месте как можно дальше от источников огня. Не носите пиротехническое изделие в карманах и не разбирайте их. Запускайте пиротехнику только в малолюдных местах, вдали от газопроводов, деревьев и линий электропередач. Если фейверк не сработал, подойти к нему можно только через 15 минут. Никогда не запускайте фейверк с рук. Радиожурнал «Зори Кавказа». В 2022 году в Карачаево-Черкесии открылся первый молодежно-проектный офис. Инициатором его создания стало Министерство по делам молодежи, а поддержка была оказана Федеральным агентством по делам молодежи. В этом году в республике появятся еще три проектных офиса в муниципалитетах. Об этом корреспонденту ГТРК Карачаево-Черкесия Умару Тикееву рассказал советник министра по делам молодежи республики Расим Попшов. Расим, доброе утро. Доброе утро. Буквально недавно открылся молодежный проектный офис. Действительно очень важное событие для молодежи Карачаево-Черкесии. Расскажи, пожалуйста, о том, как вообще возникла идея создать этот молодежный проектный офис. Это, я так понимаю, одно из первых, наверное, детищ министерства по делам молодежи Карачаево-Черкесии. Да, 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 именно так и есть. Вообще идея к нам пришла довольно-таки давно, это года три-четыре назад. В целом это больший запрос молодежи, так скажем, путем пробу ошибок ты пишешь проекты и каждый раз вот, ну вот, вот, вот ты вот вроде бы взял этот грантовый проект, ну вот не доработал что-то. И вот чтобы вот ускорить этот процесс получения грантовых средств для нашей молодежи, идея была вот создать вот такой центр, куда человек, например, может спокойно прийти и структурно получить всю информацию. Только для молодежи Карачаева-Черкесской республики был такой плацдарм. Просим, сейчас проектный офис работает. Кто преподает ребятам вот эти все азы? Это эксперты, привлеченные или это сотрудники министерства по делам молодежи? Мы отбираем именно экспертов, которые являются экспертами Росмолодежи. То есть это те эксперты, которые будут у них в дальнейшем проверять эти проекты. И мы стараемся привлечь экспертов не только с СКФО, но и федеральных экспертов. Мы не хотим ограничиваться, готовить людей там на Машук, на Махар и так далее. Мы хотим, чтобы мы подготовили те проекты, которые мы будем подавать и на всероссийские конкурсы. Я так понимаю, что сейчас вы, ребят, будете от 18 до 35 лет готовить в основном по нескольким направлениям ораторское искусство, бизнес-аналитика и программирование. Что именно в этих сферах заложено? Ну, смотрите, у нас получается на данный момент разбивка образовательного блока на две части. Это первое – это бизнес-проектирование. Второе – это социальное проектирование. Вот, и получается в каждом из них все, что вы проговорили, будет делаться. То есть человека сначала готовить писать проект. Это самое первое, что он должен уметь делать. Составлять рыбу проекта, выявлять проблематику и писать проект. После того, как с ними проговорят, как писать проект, с ними начнутся уже практические занятия. Это такие мозговые штурмы, когда эксперт будет выявлять, у какого из участников есть какие идеи. После этого будут отобраны лучшие идеи. Если мы видим, что человек, например, базу уже закрепил, и у него есть видение того, как он проект хочет сделать, мы уже отправляем на следующий этап – полностью написание проекта. То есть эксперты вместе с ними будут уже писать проекты. Расим, ну ты как думаешь, можно ли там человеку, условно говорят, за месяц или за полтора, за два научить этому? Ну, все зависит от желания только человека. Обучаемости. Да, обучаемости. А так, в среднем, я думаю, где-то за месяца три плюс-минус можно человека полностью научить социальному проектированию либо бизнес-проектированию, в зависимости от его желания. Та аудитория, с которой вы будете работать, это ребята, студенты в основном, да? Или школьники тоже есть? Школьники тоже есть, но их, если честно, малое количество, потому что как бы у школьников, скорее всего, много своих забот, поэтому, если они изъявляют желание, мы только за принимать их. Ну, в основном, это студенты, у которых чуть больше времени на, так скажем, свой досуг. Увеличится ли число грантообладателей в Карачаево-Черкесии, еще больше их станет? Ну, по нашим прогнозам, вообще на 23-й год мы хотим увеличить число грантообладателей в полтора-два раза. То есть это достигается путем как и работы с самой аудиторией, которая подается на грантовые конкурсы, так и работой с грантовыми площадками. Ну, и в продолжении этой темы хотелось бы обсудить еще один момент. Говорилось о том, что в 2023 году планируется открытие еще двух или трех проектных офисов. Я так понимаю, это тоже в Карачаево-Черкесии. Да-да-да, все именно в Карачаево-Черкесии. А где они появятся и когда? В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск, мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных детах. Красиво. Ну и в качестве напутствия для молодежи, которые хотели бы открыть свое дело, но пока что еще не решаются, но с открытием все-таки молодежного проектного офиса, может быть, они задумаются, что бы ты им хотел пожелать? Или предложить им обращаться в молодежный проектный офис? Ну, на самом деле, у меня обращение довольно-таки простое, как и всегда. Повторяю, для всех ребят, которые к нам приходят, это главное – двигаться, не сидеть на месте. Спасибо, Расим, за хороший совет нашей молодежи, которая хотела бы, если есть возможность, представлять республику в очень хорошем свете и реализовать свои проекты. Спасибо. Радиожурнал «Зори Кавказа». В свет вышло второе издание Красной книги Северной Осетии. В справочнике – самые редкие представители флоры и фауны республики. Стараниями сотрудников издательства «Перо и кисть» книга получилась яркой и красочной. Издание стало настоящей энциклопедией как для ученых, так и для всех интересующихся животным и растительным миром республики. Перелистало новое издание корреспондент ГТРК «Алания» Влада Мамедова. Кустарник с поэтичным названием «Эфедра росла» для республики – вид редкий. Древнее реликтовое растение в старину использовали как лекарственное. Растет на известняках в области скалистого хребта. В Анальской солнечной долине эти кусты хорошо видны весной и летом из-за ярких плодов. Зимой растение меняет свой окрас. «Как и у многих видов, идет смена окраски листвы. То есть хлорофилы заменяются ксантофилами. Так растение легче перезимовать. Растение плодоносит обильно». «Эфедра» – это кормовое растение для птиц. Павшие плоды поедают насекомые. В «Красную книгу» куст попал в 1999 году. Это была первая «Красная книга» республики. В декабре минувшего года в свет вышло новое издание. Тис-ягодный он произрастает в Южной Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, в Крыму и на Кавказе, в нашей республике. Это самое долгоживущее дерево на планете ровесных динозавров. У ученых есть мнение, что оно растет на протяжении трех с половиной тысяч лет. По окаменевшим остаткам тис-ягодный известен еще с юрского периода. «Это единственное дерево в нашей флоре, которое не выделяет смолу. Древесина очень прочная, с древности использовалась для поделок, для строительства. Иногда вырубали колья для устройства заборов. Даже есть сведения, что какие-то в храмовом строительстве он использовался». А эти кадры сделаны благодаря фотоловушкам. На снимке зубр – единственный дикий бык Европы, как вид, сохранившийся до наших дней. История зубров в Северной Осетии началась еще в 60-е. В республику завезли свыше 47 особей. Уже через 30 лет их популяция выросла до 200 голов. Но из-за снежных зим и бесконтрольного браконьерства в 90-е их численность резко упала, и зубров остались единицы. Благодаря Всемирному фонду охраны природы в 2010 и 2012 годах зубров снова привезли в заказник. «На сегодняшний день, по данным последнего учета, зубров именно на территории заказника Цейский – 118 голов. Помимо этих зубров, дополнительную популяцию решили создать на территории заказника Турмонский. Туда тоже были завезены зубры, было два завоза. И тоже по нашим последним данным, там сейчас поголовье составляет около 22-25 зверей». Часть зубров из Цейского заказника переедет в Турмонский. Если на небольшой территории будет много животных, они будут вредить месту обитания. Под угрозой краснокнижный тис и некоторые ягоды, которыми питаются олени и косуля. «Наши зубры, чем еще интересны, это такая действительно дикая популяция. Если в других местах зубров подкармливают, там стоит по ведерку постучать, и они к тебе прибегают, то наши зубры, они действительно вот такие дикие, ими стоит тебя увидеть, они сразу начинают убегать от тебя». Большинство материалов, собранных в красной книге, получены от фотоловушек. Ученые внимательно изучают образ жизни и поведения животных. Над книгой работал коллектив научных сотрудников. Они обработали большой пласт информации о растениях, животных, насекомых и птицах. Яркая, красочная книга издательства «Перо и кисть» стала настоящей энциклопедией как для ученых, так и для любителей флоры и фауны республики. «Красная книга. Северная Осетия» заняла почетное место среди подобных российских изданий. Радиожурнал «Зори Кавказа». Кавминводы в дни новогодних каникул бьют рекорды по посещаемости небывалый рост турпотока. В целом, по предварительным данным, в прошлом году курорты Ставрополья посетили более миллиона семисот тысяч человек. По сравнению с допандемийным 2019-м, это рывок. Сейчас почти стопроцентная заполняемость здравниц, отелей и частного сектора. Почему отдыхающие выбирают именно Кавминводы, расскажет корреспондент ГТРК Ставрополья Юлия Содикова. Кавминводы, жемчужина России, регион здоровья, целебный нарзан, богатый фитонцидами воздух, живописные пейзажи. Курортные города в окружении цепи гор Локолитов – уникальный уголок, где сосредоточены все известные в мире типы минеральной воды. Более 140 здравниц, где оказывается широкий спектр пальнеологических процедур. У каждого санатория собственные методики восстановительного лечения. В новогодние праздники заполнены все номера. Я из Ченской республики, город Грозный. Мы уже много лет, почти 16 лет с дня основания. Приезжаем сюда и два-три раза в год проводим время, отдыхаем. Все замечательно. Нас устраивает такая семейная обстановка в этом санатории, коллектив замечательный. Я звоню в Москву домой и говорю, я каждый день, три раза в день хожу в ресторан. Музыка, елки, фонарики, очень вкусная еда – это тоже немаловажно, правда. Много всего. Самое главное – обслуживающий персонал просто великолепен. На вооружении у санаториев как передовые, так и проверенные десятилетиями технологии и методики, говорит генеральный директор здравницы Пятигорский Нарзан Татьяна Чемакова. У нас очень много медицинских услуг. До 700 мы довели наши медицинские процедуры. Это и ванны, это и грязи, это и грязеразводные ванны. Столько новшеств мы сюда ввели. На Кавминводах появляются и новые санатории, спа-отели. Один из таких открылся в Иноземцево полгода назад. Есть собственная клиника и концепция спа-лечения, рассказал управляющий Виктор Козлов. Мы один из самых новых отелей на Кавказских Миральных Водах. Единственный в регионе, кто имеет официальную категорию «5 звезд». А у нас используется эко-концепция. На данный момент у нас действует 9 номеров. Максимальная вестимость – 20 человек. Но у нас есть проект развития. Все рекорды по популярности среди туристов в эти дни бьет Кисловодск. Такого, по словам главы города Евгения Моисеева, здесь не было со времен советской распределительной системы путевок. И даже частный сектор заполнен более чем на 80%. Путевки в Железноводск и Ессентукские здравницы тоже почти все раскуплены, говорит министр туризма и здравительных курортов Ставропольского края Александр Сысоев. Калминводы улучшаются. И потому что политика, которую требует от всех членов правительства, от министров, губернатор Ставропольского края, вот это и есть результат. На развитие внутреннего туризма, несмотря на сложную экономическую обстановку, ставка делается на государственном уровне. Ежегодно выделяются многомиллионные субсидии, разрабатываются преференции для потенциальных инвесторов. Ключевая задача – логистика, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, в конце прошлого года, после реконструкции, открыли участок трассы Минводы-Кисловодск. Ремонтные работы завершились на два года раньше намеченного срока. Наши курорты привлекательны для инвесторов. В 2020 году суммарный портфель инвестиций потяжелел ровно в два раза. Превысил 318 миллиардов рублей. В приоритете у правительства Ставрополя и развитие событийного туризма. У нас есть стратегия развития Ставропольского края в целом. И, безусловно, сегмент развития туризма в ней занимает важное место. Недавно губернатор в своем телеграм-канале отметил, что мы и дальше будем развивать внутренний туризм для наших жителей края, но и для гостей из-за рубежа мы готовы, открыты. Эту задачу ставит также президент Российской Федерации. Но мы будем продвигать наши курорты и на международных рынках. Большая ставка в вопросе повышения туристической привлекательности Ставрополья делается на курортный сбор. В прошлом году доход составил почти 300 миллионов рублей. Деньги пойдут на благоустройство парков, теренкуров, реконструкцию старых и создание новых общественных пространств. Минувший год в Дагестане был богат на встречи, выставки, различные фестивали, ярмарки, празднования юбилеев. И особенно ярко отметили юбилей народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой. Обзор культурных мероприятий подготовила корреспондент ГТРК Дагестан Хатима Несредова. Художественные выставки, новые постановки, примеры спектаклей, фильмов, ярмарки, фестиваль национального вещания «Голос Евразии», который летом проходил в Дагестане, посвятили году культурного наследия России. Это, конечно, такой обмен мнениями между журналистами, которые приезжают. Некие какие-то там творческие и технические новшества, секреты, которые можно применить в своей практике. Ну и, конечно же, востребоваться языка в том субъеке федерации, где мы вещаем. Обещаем мы с вами, если учесть все языки и наречия, на 57 языках и наречия, представляете? Такого нет нигде в мире, это предмет нашей гордости. Фестиваль объединил на своей площадке журналистов, этнографов, культурологов со всех регионов страны. Мастер-классы, экскурсии, развлекательная программа – главная цель сохранения и пропаганда культурного наследия и самобытности народов России. Красной нитью весь год проходили мероприятия, посвященные 90-летию известной советской и российской поэтессы Фазу Алиевой. За время большого творческого пути Фазу Гамзатовна написала более ста книг, переведены они на 68 языков мира. Выставка «Путь Горянки» запечатлел самые яркие события в жизни поэтессы и ее неоценимый вклад в развитие не только дагестанской культуры, но и усилия в правозащитной и политической деятельности. А это дом, в котором жила Фазу Алиева. В народе его называют писательским. Кроме нее в разновремя здесь жили и творили многие народные поэты, чьи мемориальные доски установлены на видном месте. Теперь среди них и Фазу Алиева открыли доску Валентина Матвиенко и Сергея Меликов. Она одна из тех, кто прославил Дагестан своим творчеством, своими замечательными теплыми стихами. Она была очень душевный человек, очень добрая, у нее такая была добрая энергетика, такие всегда светящиеся глаза, и с ней было очень, очень интересно разговаривать, общаться. В этом году на малой родине Фазу Алиевой в Хунзахе торжественное открытие бюста поэтессы и возложение к нему цветов. Отныне это не просто украшение сквера афганцев, но и символ мира, долга, любви к родине. Нету высшей счастья, когда ты видишь всевозможные проекты, марафоны, чтение стихов. Мне как сыну тоже казалось, я знаю ее творчество. Оказывается, я тысячной части не знаю ее стихов. И когда их читают дети, их читают взрослые, их читает Дагестан, вся Россия, все народности, ты понимаешь, какое это счастье. Главное торжество по случаю юбилея поэтессы состоялось в Москве в Центральном доме литераторов. В фойе книжная выставка и фотогалерея, какой была Фазу Гамзатовна, можно читать по снимкам разных лет. Выставка побывала на разных площадках, с ней познакомили и москвичей, и гостей столицы. Праздничные мероприятия, приуроченные к 90-летию Фазу Алиевой, проходили в течение года, как на родине, в Дагестане, так и здесь, в Москве. Новые постановки, художественные выставки, творческие вечера в Центральном доме литераторов, торжество как бы завершает цикл мероприятий, посвященных Фазу Алиевой. У нас есть два великих дагестанских поэта, это Фазу Гамзатович и Жасу Гамзатович. И, на мой взгляд, они настолько удивительно давали определенные оценки тому миру, который их окружает, не только в Дагестане, что сегодня мы многими их уроками и наследием живем. Ну, а если не живем, то, к сожалению, потом получаем очень нехорошие уроки. Поэтому я думаю, что это именно великие люди. Зал Дома литераторов переполнен стихи, песни, хореографические номера, фрагменты интервью. Перекинули мостик от двух поэтических вершин. Это своеобразная эстафета поэтического Олимпа от года 22-го года Фазу Алиевой до года 23-го года Расула Гамзатов, который будем отмечать в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В 23-м году дагестанцев и россиян в каждом уголке нашей страны ждут новые выставки, постановки и творческие вечера, связанные с именем великого поэта. Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. Сегодня в России отмечают Рождество Христова. Пусть этот волшебный праздник наполнит жизнь только светлыми чувствами, положительными эмоциями и приятными неожиданностями. В этот сказочно прекрасный день хочется пожелать исполнения желаний, новых планов и стремлений, мира, добра, радости, здоровья, достатка и взаимопонимания. А также, чтобы ни один день не обходился без успехов и новых достижений. С Рождеством вас! С праздником! До встречи ровно через неделю! Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне Патроногор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. Прибрусье огромных... И сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам. Радио Ингушетия. Высокогорный юг и Ромини. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовая вода. Примите наш привет в эфире «Ставрополье». Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.